привет ребят сегодня меня немножко знаете привет меня зовут антон добро пожаловать обратно на канал мне очень приятно что заходите смотрите меня ребята знаете у меня очень мало покупок когда я делаю покупки и у меня очень мало когда я их вам показываю потому что в последнее время мало что что вообще покупаю а во вторых очень сложно воспринимаются мои покупки вот моей аудитории и странно да то есть людям кто-то говорит о как здорово показывай еще а кто-то говорит зачем захламляешь дом во первых советчикам кто знаете минималисты и люди которые считают что я захламляю свой дом ребят я взрослый взрослый мальчик который много лет и который знает что делает поэтому не давайте мне советы как мне организовать мои полки смотрите за своими полками и как то так вот во во-вторых я подумал такую вещь что а во первых у меня следующие две недели будут очень насыщенные я буду в финляндии на следующей неделе потом через неделю я иду в петербург вот и я надеюсь я не надеюсь я знаю постараюсь сделать все свои силы чтобы показать сделать вам влоги для своего влога живого канала я похожу по петербургу похожу по тамперы сделаю какие-то влоги я очень хочу зайти в фикс прайс очень очень я хочу зайти в фикс прайс и закупиться там не по-детски вот это раз во вторых я я я жду честно петербург у меня будет там только три дня как сказать три дня всего буду там три ночи ну да три полные дня вот и я очень надеюсь на встречу со зрителями я очень надеюсь на я думаю будет интересная поездка я и очень жду и я думаю она на 90 процентов случится и скорее всего она случится вот потому что если не сейчас не в конце января не закраться вечера с у меня будет так вообще возможно съездить в россию потому что у меня очень за это занято расписанием ребят и поэтому я решил так как следующие две недели у меня будет как бы забиты полностью я сейчас сделаю обзор покупок и последний покупок который я сделал вот в последнее время и покажу что как-то для интерьера и хочу ответить на один вопрос вы знаете мне задает очень много интересных вопросов для как узнаете очень интересные вопросы на которые я и у меня так у меня знаете на период у меня настолько забито расписание вот видео самих да что мне приходится совмещать видео например распаковки покупок что я сделал покупки покупки я купил в этом в этом в этот раз и заодно отвечу на вопрос то есть комбинировать два в одном потому что я буду отвечать на один вопрос на видео у меня знаете на 10 лет вперед будет скетчу для для видосов таких вот я и знаете не каждый вопрос можно ответить в мукбанге потому что некоторые вопросы от елена одна задала вопрос я посвящу отдельно видео потому что вы знаете серьезные жизненные вопросы я не могу сидеть чавкать и говорить на такие вопросы которые меня лично заботят вот и поэтому я буду выделять отдельные видео вот такие серьезные вопросы а сегодня я хочу ответить на вопрос интересный вопрос такой да эмбри white антон здравствуй как-то раз ты рассказывал о своей жизни пришел к выводу что в свои годы видел себя совсем другим знаешь я смотрю на тебя вижу что ты добился благодаря своей стойкости твердости характера я восхищаюсь с тобой можешь ты сделать может ты сделаешь список десяти ошибок которые никогда не стоит совершать например никогда нельзя опускать руки не стоит бояться перемен и так далее очень интересно услышать твое мнение знаете я подумал такой классный вопрос честно классный вопрос да и он такой немножко сейчас мне больной потому что не столько у меня будет ответ 10 ошибок которые нельзя совершать никогда не стоит совершать а может быть даже те ошибки которые совершил и жалею потому что вот как то так да вот и параллельно я сейчас буду мимо мимо делом показывать что купил я и все такое вот или знаете давайте чала отвечу на вопросы а потом спакую и поговорю о них хочу не получится умеется вы знаете я думал такую вещь мне для этого надо немножко пивка сегодня суббота я снимаю знаете снимаю в пятницу вечером выкладываю завтра в субботу поэтому я больше чем уверен у вас у всех будет горячая ночка впереди поэтому пивасик почему нет многие говорят как где ты в россии где ты в европе берешь мельника старого мельника ребят и наверно два сорта русского пива продается где-то в европе я часто вижу мельника вот мельник как-то пролез в европу до балтику например многие про которые говорят я никогда не вижу здесь а вот мельник он есть и на наши гули не не жигулевской нет я вру сейчас не знаю наверно два сорта всего пива и вот один из них мельник сегодня у меня мажущая помада поэтому пьет через трубочку вы знаете я скажу такой такой вопрос такой момент например вот из своей жизни да моя ошибка одна из мэтики знаете глобальных ошибок которая сделал да я потерял веру в себя вот потеряла веру в себя и веру в себя потерял достаточно рано она потеряла веру в себя на на рано лет в 24 в 25 я сдался вы знаете я сдался и ситуация была в том что знаете у меня был поворот в жизни однажды мне поворот был в жизни когда было мне ровно 23 года не ровно 23 23 года у меня был поворот в жизни и у меня был такой выбор или совершить свой первый брак или пойти следовать своей мечте и например преследовать свою карьеру да и вы знаете и вот в тот момент в тот момент я совершил свою первую такую глобальную ошибку знаете я не знаю была ли то ошибкой но сто процентов я вы понимаете нельзя сказать сейчас было ли то ошибка да ведь что бог не делает все к лучшему скажем так да и мы не знали где мы упадем чтобы стелить солому может быть они приняв то решение было бы еще хуже на принято чтобы было плохо но было бы может быть не так как я вот планировал да вот но оглядываясь назад я знаю что я предал свою вот идею бежать за своей мечтой да одно побежал я за отношениями да я не жалею что бежал за что всегда ставил отношения в приоритет никогда не жалею об этом иногда жалею потому что я не знаю что было бы если бы я карьеру ставил как сейчас на первое место да но знаете да вот знаете как есть мечта вот есть мечта игру 1 например ошибка которую нельзя совершать вот я сейчас говорю со своей колокольник какую ошибку я совершил я жалею оба я не знаю что было бы да но я жалею они не придавать свою мечту вот хотите стать я не знаю кем радио диджеем вот ломитесь а все двери ломитесь во все двери потому что если это вас зовет да вот если душа вот вас не душа вот зовет это вас идите за этим значит это ваше если вы хотите уехать на Souma место жительства в америка да значит это ваша до это год надати как моя мама говорит хочет шоколадку с кушать начито тело требует, понимаете, вот это из той серии. Если вы чувствуете, что это вам требуется, идите за этим. Не думайте, что спустя какие-то годы вы вернетесь к своей мечте. Нет возможно так и будет. но это будет сложнее с возрастом, всегда сложнее. Вы знаете с возрастом пропадает кураж с возрастом пропадает смелость с возрастом есть становится что терять и поэтому ты блин думаешь знаете мне кажется почему молодые пробиваются потому что они пробиваются они вот они знаете и вот внутри стержень да которые они они не изменяют себе и вот у меня и пускай это как-нибудь бритни спирс будет да пускай будет бритни спирс с какой-то попсой но блин она делает то что любит понимаете она делает это успешно хороший пример да вот а сколько людей сдалось даже не начав понимаете по крайней мере попробуйте чем потом будете пинать себя ногу в задницу чтобы блин была возможность а я ее пустил вот это вот мое первое ума газ не видел будет часовое наверное да вы знаете не столько не стоит бояться перемен второе да для меня вот второе да не бойтесь выходить из своей комфортной зоны я человек который настолько блин завязан на комфортной зоне и мне очень сложно лично мне очень сложно выйти из этого комфортного ящика да и начать и делать то что тебе не комфортно но я знаю уже сейчас что если мне что-то не комфортно это нужно сделать да это нужно сделать потому что это даст мне какой-то бенефит понимаете и я бы при я зная себя на данному на данный вот период своей жизни я себя уже выучил да я знаю если это не комфортно но интересно да о май гад я Я пойду туда, даже не задумываясь с неё. Я знаю, мне надо будет спать 3 часа в сутки. Я знаю, что собака, блин, ходит рядом. Слють, но, пистол. Ходит хаски здоровая, и, блин, лает. У меня все собаки, блин, тревожатся. Вот. Вы понимаете? Да слит! Слють, но! My fucking God. Ну не сейчас, когда я включил камеру пистол. Най. Вот. Понимаете? Oh my God. Вот. И поэтому, если у вас есть вот комфортная зона, никогда не сидите в этой комфортной зоне. Никогда в жизни. Вот никогда в жизни. Это вам всегда принесёт что-то. Вот новый поворот, новое событие, новые люди, которые вам, оу, вау, как вы будете благодарны, что вы вышли из этого вот комфортного гнезда. Третье правило. Вы знаете? Я не скажу, что у меня будет 10 правил, которые нельзя... Вот 10 правил от моих, да? Я говорю же от своего опыта всё, да? Вот я с вами просто делюсь мыслями такими. Вы знаете? Никогда не ставьте интересы других вперёд ваших. НИ-КОГ-ДА. Я говорю это о отношениях. Это, вы знаете, это никогда не будет цениться. Никогда. Вы знаете? Испортить человека любого, даже очень хорошего, можно дав слишком много воли, можно дав... заткнув своё эго и возвышая эго другого над своим. Понимаете? Никогда нельзя ставить интересы других перед вашими, если тем более вам это некомфортно. Это касается отношений, потому что, знаете, я верю в то, что отношения разваливаются по многим причинам. Но в моих случаях, в моём случае, вот последние мои отношения, да, развалились именно по той причине, что я слишком зажал своё «я». Вы знаете, я слишком сконцентрировался, чтобы всем вокруг было меня хорошо. А моё вот, мой интерес, мой личный комфорт, моё личное счастье, да, было неважно на тот момент. Вы знаете, если оно становится неважно для вас, оно становится тем более неважно для окружающих, да. Если вы думаете, что вы совершите жертву, это будет оценено. Нет. Люди сядут, люди свесят ножки, и люди поедут на вас. Вичные проблемы с окончаниями. Вот это вот мой четвёртый такой, знаете, момент. Никогда нельзя свои интересы, знаете, здоровый эгоизм никогда не вредил. И вы знаете, я обжёгся на этом жёстко. Вот жёстко на этом обжёгся. Вы знаете, моё... Мой такой... Ещё одно такое очень важное для меня, да, для меня лично, для меня очень важный фактор. И это, что нельзя делать, это... Вы знаете, есть смертный грех. Праздность называется, да. Вот праздность, это реально смертный грех. Вы знаете, я никогда не верю, что под лежачий камень вода течёт. Я никогда не поверю, что можно чего-то дать. Я сейчас говорю банальщину, да. Но вы себе представить не можете, какое количество людей не делают абсолютно ничего, ничего. или делают абсолютный минимум и, знаете, и требуют. Почему у меня этого не случается? Почему у меня нет денег? Почему у меня, блин, нет счастья в жизни, да? Потому что труднее. Вы знаете, есть миллион причин, почему люди отказываются работать. Есть миллион причин, почему люди отказываются вот что-то делать, да? Потому что люди лень. Лень нужно бороть. Вы знаете, вот никогда нельзя вот концентрироваться на своей лени. Никогда нельзя говорить, что, знаете, можно кому-то дать, как сказать, поблажку, себе давать поблажку нельзя. Вы знаете, это касается работы, это касается своего тела, это касается, о май гад, всего. Вы понимаете, когда я ходил по два часа в день в спортивный клуб, у меня было шесть кубиков и все, а потом я расслабился. Вы знаете, называется лень. Лень. Знаете, если раньше я находил время, да, для спортивного клуба два часа, работая ровно столько же, сколько я сейчас работаю, то потом мне вдруг стало казаться, о боже мой, у меня нет этих двух часов. Знаете, это отговорки. Два часа всегда есть. Всегда есть время заняться собой, всегда есть время поработать. Вы понимаете? И опять же, мне говорят, вот надо работать не на дядю, надо работать на себя, на свое будущее, на свой потенциал. Я здесь абсолютно согласен. Знаете, если вы будете пахать в библиотеке, вас не сделают королем библиотеки, да, вы будете все равно получать тот абсолютный минимум, который вы будете получать в библиотеке. Если вы даже перевыполните план, я не знаю, что за там план может быть, да, все равно это... Это к большому не приведет. Вы знаете, любите себя, концентрируйтесь на своем счастье, да. Вот это, блин, так важно, так важно. Ну, праздность, я не люблю людей, которые нихрена не делают. Вот не люблю я таких людей. У меня с ними нет ничего общего, у меня с ними нет ничего такого, знаете, я их не презираю. Нет, мне плевать на таких людей, да. Такие люди у меня не вызывают уважения. У меня вызывают уважение только те, кто может пахать, понимаете? Я сам такой, вот сам я такой. Да, я не идеальный. Да, у меня есть свои пристрастия, у меня дурные пристрастия, у меня проблемы с алкоголем, у меня проблемы с ленью, когда дело касается физической нагрузки. На данный момент это так. Но даже когда я, у меня бадун, даже когда я очень пьяный, если у меня есть дедлайн, я его выполню. Если у меня есть работа, я ее сделаю кровь из носа, потому что моя репутация, это самое важное, что есть, понимаете? Это то, над чем я работаю годы, и то, что я заслужил тяжелым трудом, и то, что не про меня ни на что. Потому что прийти, попасть на ту планку, на которой сейчас я, работая тяжело, если я один раз упаду, мне будет очень сложно, если вообще возможно, понимаете? Вот, поэтому вот это еще важный момент такой. Вы знаете, вообще, знаете, хватит на эту тему, потому что я сейчас буду сидеть, у меня будет полторачасовое видео, а я такое, знаете, делать не хочу. Вы знаете, у меня сейчас перемены большие, как я сказал в своем ASMR-видео, я сейчас не буду вводить вас вот в планы, в такие, да, потому что... Если я начинаю трепаться слишком много, да, это в итоге ерунда получается, да? И не потому что... Я сам себя перестаю уважать, потому что я говорю много, люди меня... люди запоминают, а потом меня начинаются как контрадикции вот в моем контенте, да? Поэтому сейчас пока... Я не буду говорить, гоп, пока не перепрыгну, да? У меня сейчас большие перемены, но они... Они такие, ну, шли, шел я к тому, сколько можно. Я здесь у мамы с папой 4 месяца живу, да? Сколько можно. Поэтому сейчас большие перемены, и вот сейчас у меня поездка в Хельсинге, в Тампере, и потом спустя неделю в Петербурге. Я так жду поездку в Петербург, если представить не можете, ребят. Очень хочу встретиться со зрителями. Очень хочу встретиться со зрителями. Ребят, а знаете, напишите, что вот такое вот глобальное и важное вы... Вот какие вот ошибки, да, вы никогда не совершите. Вот к тому, что я сказал. Вот это мне интересно, потому что, знаете, мои ошибки, это мои ошибки. Я очень человек открытый на своем канале, на своем канале на Ютубе, да? Вот, но мне интересно, а какие ваши ошибки, да, вы никогда не совершите или стараетесь не совершать, или которые вас пугают просто, да, до дрожи в коленках. Вот какие ваши ошибки. Вот это мне будет так интересно послушать, потому что, вы знаете, это ведь идет не просто я вот лежал на спинке, да, и мне пришло вот эти 10 ошибок, которые совершать нельзя. А ведь это приходит из человеческого опыта. Я знаю, моя аудитория взрослая, моя аудитория думающая, моя аудитория очень интеллектуальная, и это факт. Вот, и вы видите, какие комментарии мне пишут, да? И поэтому мне будет так интересно послушать про ваши ошибки, про ваши варианты ошибок. И хотя бы вот одну, напишите мне одну. Блин, потому что вы знаете, и такие вот моменты заставляют задуматься глубоко, вот прям о жизни, да? Все, хватит о тяжелом. Сегодня суббота, ребят, поэтому я сейчас немножко покажу, какие я совершил покупки. Это будет... У меня редко такие видео, но в этот раз будет так. Ребят, был я в Таллине. Иду я по магазину. Я просто бежал. Мне нужно было в аэропорт срочно. И я смотрю краем глаза, что-то Baby Pink. И все. И я остановился. У меня, блин, самолет опаздывал, и я не мог пройти мимо. Я понял, что если я пройду, я их больше никогда не увижу. Ребят, это были шикарнейшие, просто шикарнейшие... Щелкунчики! Вы посмотрите, какие классные щелкунчики. Почему щелкунчики? Потому что их я купил двоих. Ребят, вы только посмотрите, какой шикарный щелкунчик. Подпишись на канал. Ребят, вы посмотрите, какой шикарный щелкунчик. Была распродажа на рождественские товары. И все было по полцены. И, блин, два щелку... Были еще в белой версии, но я подумал, нет. Розовых, таких, знаете, блестящих щелкунчиков я не видел. Это классическая же игрушка, да? Это классическая... Не столько рождественная, но вообще это рождественская, конечно, игрушка, да? Но, блин, для меня это не рождественская. Для меня это everyday на самом видном месте. Но! Шикарные щелкунчики за полцены я купил. Я просто купил, я опаздывал, я летел, но я был счастлив. Мама заходит и говорит, какие шикарные щелкунчики! Не, реально, объективно, это просто восхитительные щелкунчики. Это мои, знаете, еще после рождественских, после скидочной такие покупки, которые... После которых... Которые я просто не мог пройти мимо. Мне... Мне столько же меня, блин, разбомбили в прошлый раз. Зачем ты столько покупаешь их хлама? Ребят, для вас хлам, для меня сокровище. И как-то так. Я обожаю ананасы! Я обожаю ананасы, ребят! Я смотрел на эти ананасы за полную цену, где-то 49 евро за штуку были, да? Я на них смотрел, 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 и они шикарные. Это, знаете, такой абстрактный ананас. Он черный, золотой, вот это, это. И я смотрю, пол цены. Вы знаете, за пол цены все у нас продается. И это была пара. Это такой ананас, и вот такой еще... Типа ананас, типа помидор. Ну вот это пара такая. И, ребята, вместе они стоили порядка сотни. Сотни! А я их взял за пол цены. Вы посмотрите, какое чудо! Я обожаю такие абстрактные вещи. Я обожаю такие, знаете, вот... Я их называю, я их называю именно предметы. Вот это, знаете, это просто предмет, понимаете? И он выглядит шикарно. Он выглядит интересно. Он выглядит дорого. И такой парой, они смотрятся просто восхитительно. Они стояли около такого небольшого круглого зеркала. Тоже в золотой и черной. Такой очень минималистичный, знаете, такой арт-деко. В раме зеркало было продано. А эти два остались. Я взял, и я был так счастлив, что для меня... Ну, знаете, их нельзя ставить в общую массу с моими ананасами. Они требуют отдельного места, потому что это вроде и такой, знаете, и концептуальный дизайн. И в то же время это очень минималистичный. И он такой очень интересный. Они требуют пространства. И я просто в восторге от таких вот предметов, знаете? Предметы интерьера. Я не могу мимо пройти. И когда за пол цены, дайте два. Вот, это были мои такие ананасы. Ребят, такая... Сейчас, мне надо пиво хлебнуть. Вы знаете, ребят, у меня такая ситуация. Я уже делал ASMR с ними. И я просто... И меня многие спросили, откуда... То видео, которое я снял с распаковкой их, у меня запоролся звук. Поэтому сейчас выкладываю в это видео общее. Это мои альпаки. Вы знаете, я... Сколько же мне людей написало. Когда я сказал, у Триши... Во-первых, я покажу, про кого я говорю, ребят. Я говорю про своих альпак. И у меня белая, лавандовая и розовая, ребят. Знаете, такая ситуация. Я... Значит, я говорю, что я люблю смотреть... Во-первых, каких блогеров я смотрю. Я не люблю загружать себя интеллектуальными разговорами. Я не люблю загружать себя сложными блогерами. Я не люблю загружать себя сложной информацией. Вот, и... Давайте я хочу вот это вперед. А это сюда. Вот так, как лучше. Вот, и... Я не люблю такое, да. Мне постоянно спрашивают, кого ты смотришь, люблю. Люблю я Тришу Пейтес. А я обожаю Тришу Пейтес, да. И кто... Я сейчас покажу два комментария насчет Триши и насчет Мараны, например, да. Я человек, который не любит интеллектуальное кино. Я человек, который не любит читать классику. Я человек, который не любит сложную музыку, там, барды какие-то еще, что-то еще. Альтернативу. Я не люблю такое, да. Я такое не... Не люблю. И когда я говорю, что я смотрю Тришу Пейтес, мне пишут, Да ты что! Это жирная корова, которая деревенская дура, да. Я говорю, я смотрю Марану, мне пишут, Да ты что! У меня уши завяли от нее. Ребят, я вас не осуждаю. Может быть, это не ваша чашка чая, и я это все понимаю отлично. Я человек, который любит... Знаете, я люблю девочек, которые... Я не люблю скромных девочек. Я не люблю скромных девочек. Я не люблю девочек... Недоступных. Я не люблю девочек... Вот такого плана. Не люблю я девочек такого плана, да. Я люблю простых девчонок, которые не боятся быть собой, да. Я люблю таких, вы знаете, расслабленных, как Триша. Я обожаю ее. Знаете, я обожаю ее за простоту. У нее маленькие проблемы, с которыми она делится со всем миром, да? Три миллиона подписчиков, и я ее обожаю, потому что она не изменяет себе, она не монтирует видео, она выкладывает все, как она... Вот какая она есть, вы понимаете? Вот я обожаю и трешу за это. Какая бы она ни была толстая, какая бы она ни была простая. Люди, она сама собой на камере, понимаете? Я люблю ее за это. Что насчет Мараны? Вы знаете, я никогда... Это первая на русском ютубе, кто делает то, что делают много-много мальчиков, да? Это первая девочка на ютубе, на русском ютубе, которая, знаете, матом и ужасно похавно и хамски она высказывает в своем мнении своих трехминутных видео. Я обожаю ее, я ее обожаю. Она такая красотка и просто вот так вот. Обожаю ее так. Вы знаете, я человек, падок на простые удовольствия. Я люблю пиво, я люблю дешевое красное вино, я люблю Марану, я люблю Тришу, я люблю дешевый фильм ужасов. Это не делает меня пустым человеком, это просто мои вот приоритеты в жизни. Не приоритеты в жизни. Это мои... Когда мне нужно расслабиться, я смотрю вот это и я пью вот это, понимаете? Вот. И когда я у Триши увидел вот эту вот ламу, а потом я увидел красную ламу, ламу у Мараны и потом еще миллион блогеров, я понял такую вещь. Я понял секрет ютуба, ребята. Если вы хотите быть ютубером, на заднем плане должна стоять лама. Мог я удержаться и это главное у меня было достать вот это, это точная копия, как у Триши. И я обожаю эту ламу. Это вот про моих лам и про моих... И кого я смотрю и почему я не люблю занудных блогеров. Не люблю я занудных блогеров. Мне нужно, знаете, простое развлечение, знаете, хлеба из речи. Ненавижу цирк. Ненавижу цирк. Вот цирк я никогда не буду поддерживать. Для меня это мучение животных, да? Никогда, никогда ни под каким соусом я это принимать не буду, да? Для меня то, что делают в цирке, кроме цирк Де Солей, это единственный цирк, наверное, который не используют животных. Во всех остальных цирках то, что делают животные, это неестественно. А то, что неестественно, это мучение. У меня вот четкая позиция на цирк. А так в детстве я очень любил цирк. Вот. Ребят, они у меня в среднем получилось где-то, наверное, по 50 долларов, что ли, за штуку. Это японские ламы, и кому я обещал ламы, вы их еще получите. Но это ладно, слишком много информации. Ребят, и такая ситуация. Я заказал... Обожаю H&M Home. Я обожаю H&M Home. И я в этот раз... Огромные скидки начинаются, да? Огромные скидки. Я всегда захожу онлайн, и я покупаю миллион вещей в H&M Home. Я просто их обожаю. Вы знаете, у меня очень много блестящих подушек. И H&M делают просто шикарные-шикарные подушки, эти наволочки с пайетками. В среднем наволочка стоит порядка не то 15, не то 19 долларов. Но во время скидок они опускают их, что ли, до 6 евро за штуку. И я вам сейчас покажу две, которые я... Вы только посмотрите, какие красивые H&M. Это H&M. Вы понимаете, здесь качество, оно говорит за себя. Это просто восхитительные наволочки. Я купил три такие. У меня просто миллион золотых подушек, да? Вот буквально, наверное, штук 35. Но таких вот блестящих я еще не видел. Поэтому, я не знаю, если у вас H&M Home, если у вас можно заказывать онлайн. Часто такая ситуация, что в офлайне нету скидок, а онлайн скидки бешеные. Просто в интернет-версии всегда у них дешевле получается. И дешевле прямо драматично. То есть, если так, наволочка стоит 19 до сих пор, то это тоже красиво очень. Наволочка, но она, я думаю, не так будет сверкать, как эта. У меня свои красные помады, знаете, потому что решил вспомнить себя, свои корни, вернуться к корням. Да, я обожаю красные помады. Я обожаю... Обожаю красные помады. Вы знаете, нюд меня немножко расписал. Нюд можно криво накрасить, и это сойдет, да? Это будет нормально. Но! Красная помада требует финеса. Но если, блин, ее намазать как надо... Рок-н-ролл, детка. Вот. Вот только посмотрите. Вот это класс! Это чистый класс. Вот такие пайетки. Вы знаете, это качество шикарное. Это H&M. Да, H&M не делает никогда ничего плохого. О, вау! Вы только посмотрите, какая красота эти подушки. Вау! Это просто чистый кайф. Вот. Это, значит, одна подушка. Взял я их три блестящих. Реально, по 9 евро. Или нет, поменьше, дешевле. По 6. И взял я вот такие. Вы знаете, смотрелись. Они очень красиво на... на фотографии. Оно, да. Вы знаете, ее надо, конечно, распушить. Она, знаете, пушистая-пушистая. И она будет смотреться просто восхитительно на... на это. Она будет смотреться просто дорого, ребят. Это будет смотреться просто дорого. Дорого такая вот подушка. И, надеюсь, я тоже взял пушистых, я тоже взял три. Я обожаю подушки. Подушки я могу просто обложиться ими и быть счастлив, счастлив, счастлив. Знаете, не могу пройти мимо интерьерных вещей. Вот для меня интерьерные вещи, да, вот любые, да, подушки, блин, одеяло. Я люблю хорошее пастельное белье. Жалко, что пастельное белье у ИЧН, к сожалению, не очень хорошего качества. Но оно жесткое, да, поэтому там, ну, хотя... Выглядит вся шикарно. Вот, ну, пастельное белье должно быть, знаете, красиво такое вот... Некрасиво, оно к телу должно быть идеальное. Вот, я люблю хорошее пастельное белье. И вот люблю такие интересные вещи. Да, у меня, конечно... Опять же, вещей очень много. И для многих сложно переварить мою страсть вот этого, знаете, к собирательству. Но что есть, то есть. И... Это чистый кайф. Она, конечно, не так смотрится эпично, как на... Как блестящей, поэтому ее, наверное, уберу. Но все равно шикарная вещь. И если... А, ее, конечно, не надо мешать с блестящими. А так это будет просто шикарно. Я сказал себе, что я не буду покупать одежду, больше дешевую одежду в бюджетных магазинах. Все, я сказал себе, что мне хватит, все. Но, блин, вот этот принт, вы только посмотрите. Вы знаете, сейчас я ее одену, и вы поймете, о чем речь. В 2015 году Сен-Лоран сделал коллекцию с леопардовым принтом. И у меня есть две вещи. Это пара обуви и их айконик тедди-джекет. Я, к сожалению, не смог найти тедди-джекет свой. Он или у моих родителей, или он сейчас остался в Норвегии. Потому что это не зимние одежды. Я реально сегодня бегал по всем своим квартирам, и не мог найти свой Сен-Лоран. Но он никуда все равно не денется. Но сейчас я одену, по крайней мере, свою кожаную куртку. И вы поймете, о чем вообще речь. Я сейчас покажу. Вот, и вау. И когда я увидел сейчас у H&M леопардовый принт кофта. 13 евро со скидкой. И для меня сразу это вернуло в 2015 год. Очень счастливый год. Очень был хороший год для меня. Знаете, он не счастливый. Он был очень такой... Он был легкий для меня. И... Вот. И... Я не люблю жить воспоминаниями. Не люблю жить, как его... В прошлом. Вот. И, ребят, я так сразу подумал, что вау. Этот... Эта кофта будет просто шикарной. Выглядит рок-н-рольно. И выглядит просто для меня. Это как вот Сен-Лоран 2015 года. И я был просто в восторге. Не мог пройти мимо... Мимо этой кофты. Здесь я поставлю сейчас фотографию своего бомбера от... Тейди Джекет. Это их Айконик Джекет. От Сен-Лоран. Вот. Который я сейчас не нашел. У меня красный с леопардовыми вставками. И... Сапоги. Сапоги. У меня такого стиля сапоги от Сен-Лорана. У меня, наверное, пара четыре. Мне многие говорят. Сделай, покажи обзор своих люксовых вещей. Не буду этим никогда заниматься таким. Да. Мне еще, знаете, мои покупки... По своей глупости я сделал обзор покупок в Вене. Да. И по мне, кто только там не проехал сам. Что я сижу и выделываюсь на камере. Вот. Поэтому никогда у меня не будет люксовых распаковок на канале. Потому что я считаю, это лишнее. Вы знаете, это лишнее. Это не делюсь радостью. Это называется. Выделываюсь. Вот. Но есть у меня вот и обувь, и джекет этот, и свитер. Ну, так учитывайте, что джекет стоит 2900, а этот стоит 13 евро. Я решил, это в этом году у меня единственная бюджетная вещь, которую я купил. Вот просто потому что не мог. Ну, единственное, что-то я еще покупал, наверное. Ну, по мелочам. Я все, не покупаю больше ничего бюджетного, дешевого. Потому что у меня слишком много хороших вещей. Просто с бирками лежат. А ну, этот принт, он просто, конечно, дед коробка драл. Хе-хе-хе. Вот. И вот такие у меня, ребят, покупки были. Ребят, это были все мои покупки. Вы знаете, я знаю, что это странный формат для Ютуба. Что очень мало кто делает, совмещает 2-3 момента в видео. Но мне так удобнее. Тогда я делаю, знаете, мне мультитаски. Мне нравятся мультитаски. Мне нравится совмещение. У меня, конечно, видосы получаются длиннющие. Но я знаю, многим нравится. И вот здесь, знаете, поговорить по душам. И ответить на вопрос. Интересный вопрос. Знаете, вопрос, который меня зацепил. И показать, что я купил бюджетно. И очень клевенько. Я так считаю. Ну, в моем стиле. Поэтому, надеюсь, вам понравилось. Ребят, всем хорошие субботы. Я выложу это завтра. Сегодня пятница ночь. Сейчас я выпью стакан бутылку вина вторую. Сделаю монтаж. И выложу все это к завтрому. Поэтому всем шикарной субботы. Всем отличного настроения. Хорошей вам сегодня вечеринки. Ребят, увидимся в Петербурге. Обязательно организую хоть маленькую встречу с подписчиками, со зрителями, с вами, кто есть в Петербурге. Хоть, не знаю, там, не знаю, может быть, человек 10 хотя бы встретятся пиво выпить. Знаете, вечерком. Буду я там как раз на выходные дни. Поэтому было просто здорово. Ребят, где там около Невского-то проспекта? Фикс Прайс. Есть ли там такое? Все, ребят. Всем хорошего настроения. Всем хорошей субботы. Надеюсь, понравилось видео. Если понравилось, поставьте палец вверх. Мне будет очень-очень приятно. Прокомментируйте. Скажите свои ошибки, которые вы совершали или которые вы стараетесь не совершать. Для меня это, знаете, для меня это будет вот такая жизненная, жизненная видео. Жизненные, жизненные комментарии. И ваши комментарии для меня значат много. Я отвечаю всем, всегда стараюсь, по крайней мере. Вот, как-то так. Все, ребят. Всем пока. Всех очень люблю.